Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о том, что нас ждет в ближайшем будущем касаемо экосистемы Xbox, ну а также обсудим о маленьком Next Genie, который нам подготовили электроники. Но перед началом видеоролика, для тех кто еще себе не приобрел консоль нового поколения, советую полить информацию на e-каталог, на котором вы сможете не только найти где купить ту или иную консоль, а еще найти самые выгодные предложения, посмотреть изменения цены, ну а также сравнить технические характеристики, если вам это действительно важно. Да, если что, несмотря на дефицит, тут можно найти даже PlayStation 5, если вдруг кому-то надо, ну а также присмотреть себе что-нибудь еще из техники, смартфоны, гаджеты для консолей, телевизоры, мониторы и так далее. Если что, доступ открыт теперь и для Казахстана, поэтому если что ты ищешь себе из электронной техники, то можешь смело использовать e-каталог. Начнем, пожалуй, с того, что Xbox в данный момент нацелен на то, чтобы охватить как можно больше пользователей. Отличная цена на консоли, очень выгодные предложения в виде подписок, введение бесплатного онлайна и опять же это все сделано для того, чтобы приманить пользователей взять именно Xbox и подсадить их на экосистему. О чем речь, если у них даже по слухам в планах даже отмены подписки Xbox Live Gold. Да, конечно, тема непростая, может быть она вообще не сбудется, но подробнее об этом вы сможете узнать в моем недавнем видеоролике, который я снимал. Почему, собственно, в названии Xbox Game Pass захватит мир? Дело в том, что несмотря на создание новых проектов, разработки совершенно нового Xbox, да, есть что новый Xbox в разработке, покупка новых студий, майки не раз говорили про тот самый xCloud и его важности. Для тех, кто забыл, xCloud это стриминговый сервис от Xbox, который способен запускать все возможные игры от Xbox на любом устройстве. И самое главное при этом, не используя мощности консоли, которая у вас стоит дома. Скажу вам больше, консоль для этого вам даже не нужна. Единственное, что вам потребуется, так это подписка Xbox Game Pass Ultimate и любое устройство, которое поддержит геймпад Xbox, ну а также вывод изображения на экран и возможность подключения к интернету. Да, тут, конечно, есть и минус, и минус, как всегда, касается регионов, в котором данного сервиса пока что не намечается, и да, в России в том числе. Да, понятное дело, что у нас будут всякие обходы, VPN и тому подобные темы, но опять же, к сожалению, это может не дать ту стабильность, которая будет по факту у этого сервиса. Да, я по-любому попытаюсь затестить в ближайшем будущем эту систему при помощи возможного обхода, поэтому не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить. Чем этот сервис крут и почему он может захватить весь мир? Офигенно выгодное предложение в виде покупки всего лишь одной подписки, которая внесет в себе просто кучу игр, как и новых, так и старых, и, соответственно, простота использования, имея просто смартфон. Кстати, если что, данные сервисы, они уже существуют, но ими пользуются пока не так массово, и распространены они по большей степени лишь через какой-нибудь специальный адаптер, либо через какой-то не такой популярный сервис. По личному опыту скажу, что сервис вряд ли, наверное, заменит стационарные консоли, потому что это другое ощущение, плюс стационарки, они все-таки стабильнее. Я, конечно, юзал тот же SberPlay, играл в игры Steam, кстати, большое спасибо Visual за предоставление данного аккаунта, если что, подписывайтесь на его канал, у него куча контента по Xbox Series S, если что, ссылочку оставлю в описании. И знаете, если бы у меня не было бы стационарного устройства, то это реальная возможность поиграть. Я, к примеру, когда я все это сервил запускал Doom, там, конечно, не было ультра-качества, ибо из-за сети оно снижалось иногда, но играть было можно, и задержка ощущалась не так сильно. Я лично ожидал намного хуже в этой ситуации качества, и, если честно, меня это и удивило. В принципе, если вы хоть раз пользовались подобным стримингом, напишите ваше отношение к нему в комментариях. Исходя из того, какая облачная мощь у майков, можно предположить, что их сервис будет еще стабильнее, но, на мой взгляд, самое главное, чтобы он хотя бы добрался до нашего региона, а то, как всегда будет. Но знаете, даже при этой ситуации, я думаю, X-Cloud завязает при возможности многие, поскольку он будет манить своими предложениями. Просто представьте ситуацию, у каких-то ребят нет консоли, ни ПК, играть хочется, и чтобы это реализовать, и покататься, к примеру, в той же Форзе, или помочить Орду в гире, достаточно подключиться к сервису, приобрести подписку и играть. Мне почему-то кажется, что такая возможность, а именно играй, где хочешь, в игры от Xbox, приманит очень много людей, и, по сути, чуть ли не каждый будет частью экосистемы Xbox. Прикол еще в том, что данная тема будет распространяться и на ТВ, и на браузеры, и, если я не ошибаюсь, даже на холодильнике. Поэтому, таким вот образом, частичка Xbox может быть в любом доме, и чуть ли не в каждом гаджете. Но тут еще плюс в том, что при этом всем Xbox One сможет запустить новые игры, совершенно новые игры по типу Сталкера 2. И, как вы, наверное, уже догадались, сделать это, возможно, будет через тот самый xCloud. Да, если что, xCloud тоже будет поддерживаться Xbox One, и, в принципе, майки об этом не раз говорили. Вам также потребуется интернет, подписка, и игра будет запускаться именно с серверов, а не с консоли. Лично я буду ждать подобной темы, чтобы испытать, что это такое на своем стареньком Xbox One. Поэтому, если кому-то вообще не захочется переходить на Next Gen, один из способов поиграть в тот же Сталкер 2, скорее всего, будет тот самый xCloud. Вообще, напишите свое мнение по данной теме. Будете ли вы пытаться заюзать xCloud, нужен ли он вам, и как вообще вы к нему относитесь. Просто, знаете, если у этого сервера будет реально очень крутая стабильность, то почему бы, к примеру, в той же дороге им не воспользоваться. Но, опять же, все будет очень круто тогда, когда связь все-таки будет стабильной, когда там появится 5G, поскольку, учитывая, к примеру, мою сеть сейчас, в последнее время у меня показывают там LTE, там 3G, и в этом случае, мне кажется, xCloud никакой не светит. Что касаемо второй темы данного видоса, на днях появился трейлер новой FIFA, ну а также разработчики внесли ядность по поводу различий между версиями FIFA и батлы. Ну, что касаемо Next Gen и Past Gen. Как вы знаете, у нас уже как полгода идет Next Gen, и, в принципе, электроники это одни из тех, кто практически всегда пытается нас чем-то удивить в плане каких-то инноваций. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение сложилось по прошлогодней презентации, когда в конце нам показали ролик, что у них там готовится некий Next Gen, что будет очень круто и так далее. В итоге, на днях поступает пояснение, что между версиями Past Gen и Next Gen, что касаемо FIFA, будут отличия, но, как оказалось, на Next Gen там будет всего лишь пару капель. Ну, по крайней мере, в FIFA. В улучшенной версии, пока что только для Xbox Series и PlayStation 5, обещается, что будет новый захват движений футболистов и, соответственно, их анимация. Да, понятное дело, что в FIFA изменений не будет так много, ибо они каким-то чудесным образом продают все одно и то же, какой уже год. Но вот насчет батлы, лично я немножко был расстроен, поскольку по информации сказано, что каких-либо глобальных изменений между версиями Past Gen и Next Gen не будет, кроме количества человек на карте. Но здесь все логично, у Next Gen больше, у Past Gen меньше. А вот что касаемо всего остального, все будет одинаково. Да, конечно, можно предположить, что в улучшенной версии будет более четкая картинка, но лично мне, к примеру, не особо понятно, почему такое улучшение стоит на 10 баксов дороже. И это, опять же, при условии, если каких-то улучшений явных пока не намечается. Да, может быть, в этой ситуации я засранец, но я хотел бы Smart Delivery. Ибо после колды, а именно Cold War, я вообще не понял, за что я переплатил 10 баксов за якобы улучшенные здания, в котором разницы, по сути, не было. Если что, вся эта информация была прикована к посту насчет теста. Если что, тест этой игры планируется на конец лета, просто обещали в середине. И еще по информации было сказано насчет кроссплея, которое будет между ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, и кроссплея между PlayStation 4 и Xbox One. То есть, как я понял, Xbox One не сможет поиграть вместе с Xbox Series, хоть и игра одна и та же. Да, вот такое какое-то странное отделение по нексгену касаемо кроссплея. Лично я почему-то в этом случае рассчитывал на что-то другое, и эта ситуация мне также непонятна. Поскольку в той же колоде Cold War, в улучшенной или даже там не улучшенной версии, можно поиграть абсолютно всем вместе, будь это там БКшники, будь это консольщики абсолютно любого поколения. Тут же по информации идет какое-то непонятное разделение. Да, я понимаю, что это все-таки лучше обсудить тогда, когда игра выйдет, но пока по батле информации немного, и пока про нее много что не сказано, что наводит на какое-то, наверное, недоверие. И это, кстати, с учетом того, что до ее анонса на презентации нам говорили про какую-то там супернексген разрушаемость, про которую нам пока что ничего и не говорят. Но, несмотря на все это, я лично на батлу нацелен, поскольку сегодняшние шутеры мне немножко поднадоели, и я уже давно скучаю по хорошему тимплею, почувствую масштабной войны, и очень надеюсь, что батла оправдает все ожидания, которые на нее возлагают. Поэтому, ребят, пишите свое мнение по поводу этих ситуаций, если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!